Рубцы и шрамы, они есть у многих людей, они мало кому нравятся, и многие мечтают от них избавиться. Можно ли это сделать? И как? Об этом Лесь Андреутся, врач-косметолог, наш постоянный эксперт. Здравствуйте, Лесь. Давайте разбираться, какие же рубцы бывают. Рубцы – очень актуальная тема, потому что часто после травмы все-таки происходит рубцевание. Особенно актуальна эта тема тем, кто страдает угревой болезнью. Если это средняя тяжесть, угревая болезнь или тяжелая, то, конечно, после таких воспалительных процессов на коже тоже часто остаются рубцы. Я читала о том, что у каждого взрослого человека, вне зависимости от пола, есть как минимум 4 нормальных таких шрама. Это все приветы из детства, большей части, но бывает, конечно, и позже. Ну, то есть 4 минимум, и от 3 из них как минимум можно избавиться. Не всегда, потому что мы понимаем, что глубина имеет значение, залегание этого рубца. Но действительно, их есть несколько видов. Они делятся на гипертрофические и килоидные рубцы, на нормотрофические и гипотрофические. То есть их действительно 4 вида. И терапия, разный подход к ним тоже должен быть очень индивидуальный. А вот от чего зависит качество рубца? Это все-таки генетическая особенность в первую очередь. Это активность определенного типа коллагена, это, как правило, первый, третий тип, и глубина раны. А также активность определенных факторов роста, которые могут быть предрасположены генетически. Поэтому будет ли на месте травмы или нормотрофический рубец, или гипертрофический, или килоид, это все-таки зависит от глубины и от того, насколько организм может синтезировать коллаген определенного типа в определенном количестве. Вот сейчас наши зрители вас слушают и оглядывают себя в зеркале по поводу понять, какого же качества рубец. Вот какой рубец чисто визуально удалить можно, а какой уже надо принять? Если рубец залегает на глубину поверхностного слоя, то есть он не глубокий, он не виден визуально на расстоянии полуметра, его чаще всего можно удалить. Это чаще поверхностные гипотрофические рубцы. Нормотрофический рубчик поверхностный тоже можно полностью убрать. Но если это рубцы, которые залегают в дерме и глубже до подкожно-жировой клетчатки, к сожалению, полностью избавиться от них невозможно. Но можно сделать так, что они будут эстетически приятны, они будут менее заметны, они изменятся и в глубине, и в ширине, поэтому такой достаточно хороший эстетический результат мы можем достичь определенными манипуляциями и процедурами. То есть главное – это глубина рубца основная, а вот возраст рубца имеет значение? Со старыми сложнее бороться или, наоборот, легче? Действительно, со старыми сложнее бороться, но молодые рубцы, которым еще нет 4 месяцев, особо брать в активную терапию тоже не стоит, если это не речь о килоидах. Килоиды все-таки необходимо начинать брать на лечение в ранних сроках. Я сейчас озвучу несколько ситуаций, с которыми сталкивалась практически каждый, кто мечтал избавиться от какого-то шрама, рубца, будем говорить через запятую. И вот скажите свое экспертное мнение. Можно ли делать татуировки на коже, которые склонны к образованию килоидных рубцов? Если можно, то как предотвратить такой рубец? Что касается килоидов, я бы не стала рисковать ни в коем случае в плане травмирования кожи. Вот инъекционные процедуры, татуаж, татуировки – это полное противопоказание, если есть в анамнезе килоиды. Поэтому это полное противопоказание. Если есть гипертрофические рубцы на теле, то мы должны понимать, в каком они месте и какая была глубина травмы. Например, если это рубец после кесаро-сечения, то совсем это не значит, что после поверхностного такого введения пигмента, как во время татуировок, тоже на этом месте вырастет гипертроф. Поэтому необходимо учитывать этот нюанс. Но можно и рискнуть. Но если есть страх, то, конечно, первые симптомы, которые указывают на то, что формируется какая-то патологическая ткань на месте травмы, сразу обратиться к специалисту, чтобы была назначена адекватная терапия. Хорошо. Такая вещь, как шрамы от ветрянки, шрамы, рубцы, вот их теоретически можно как-то скрыть современными методами? Вы правильно сказали фразу скрыть, полностью убрать их невозможно, потому что они глубокие, они гипотрофические. И они затрагивают как раз дермальный слой, который уже восстановить более поверхностные слои над этим рубцом невозможно. Поэтому скрыть, да, можно уменьшить ширину этого рубца, можно сделать так, что он будет по глубине чуть меньше, он будет более поверхностный. И есть много методов, которые мы используем в косметологии и в дерматологии. Это может быть и лазерная шлифовка, это могут быть различные кислоты. Самая часто используемая – это трихлорусная кислота. Она высокого процента, поэтому самостоятельно ни в коем случае ее использовать не надо, потому что есть риск формирования еще большей патологии, еще большей хрупции в этой зоне. Но грамотный специалист выбирает кислоты в виде трихлоруксусных не менее чем 50% и работает локально в зоне этого рубца. Также используются инъекционные технологии, например, это может быть липофилинг, это может быть контурная пластика с гиалуроновыми кислотами, которые подталкивают дно рубца на поверхность, и он сглаживается визуально. То есть все-таки можно придать такой эстетический вид и не помнить все время о том, что когда-то у тебя была ветрянка, и ты слишком много чесался, скажем так. А если прокололи уши и растет коллоидный рубец, от него можно избавиться? Сгладить, уменьшить его активность, конечно, да, можно его свести практически на нет, сделать с него нормотрофический рубец или гипертрофический рубец, это уже будет более благоприятно смотреться со стороны косметического вида. Применяются в терапии коллоидов совсем другие средства, чем при нормотрофах, гипотрофах. Поэтому необходимо помнить, что коллоид это особенный рубец. Его нельзя травмировать, поэтому шлифовки, дермобразие здесь категорически запрещены. То есть если вам предлагается такая процедура, разворачивайтесь и уходите? Конечно, здесь должен быть терапевтический подход с применением, в первую очередь, кортикостероидов. Они могут вводиться как внутри очагового, то есть сам рубчик, и уменьшать объем этого рубца. Или можно еще аппликационно использовать такие же препараты, а также окклюзить. Самыми распространенными такими препаратами это средства или в виде гелий, могут быть пластыри с силиконами. Они поддавливают на ранних стадиях, они поддавливают рубцовую ткань, и она уменьшается в объеме. То есть врач-косметолог должен все время быть в курсе всех каких-то инноваций, потому что появляется все время что-то новое, да, вот наука не стоит на месте. Конечно, и новое, и необходимо еще помнить хорошо старое, потому что база на никуда не уходит. Но еще и надо правильно поставить диагноз, потому что часто мы можем вместо килоида заподозить гипертрофический рубец и начать проводить терапию, которая совсем не соответствует виду рубца, и усугубить ситуацию. Еще, допустим, такая распространенная ситуация, можно ли ее как-то купировать, что-то с этим делать? Обширные, допустим, угревые поражения, ну, скажем, спина, вот большая зона поражения. Что врач-косметолог может сказать, посоветовать? В первую очередь надо вовремя начать лечение угревой болезни. Если на ранних этапах назначена правильная терапия по тяжести процесса, то эти рубцы формируются в меньшем количестве, значительно в меньшем. Поэтому если они уже, конечно, есть и они обширные, мы используем и шлифовки, мы используем и пилинги, мы используем дармобразие. Также, как я проговорила, и липофилинг, это уже более хирургический подход, может быть эксцизия, это когда подрывается дно рубца для того, чтобы убрать фиброзные тяжи, которые спаяны с подкожно-жирой клетчаткой. Могут быть даже иссечения хирургические, если это большие площади, и замещение этих зон тканями биологическими. Это мне всегда казалось, снять и новую туда поставить. С других анатомических областей. Ну, это, наверное, уже какие-то... Ну, это хирургические манипуляции. Методы. Предположим, была какая-то рана, и мы догадываемся, что, скорее всего, на этом месте будет шрам или рубец. Можно ли как-то предотвратить его появление? Наверное, полностью нет, но хотя бы уменьшить эту площадь, сделать его не таким глубоким, серьезным. Не ждать, пока рана сама заживет. Так, а что нужно делать? Необходимо подключать заживляющие препараты. Пока рана свежая, воспаленная, только заживление. Это может быть и топическая терапия, это могут быть какие-то дополнительные инъекционные вмешательства, например, в те же полинуклеотиды. Но когда уже сходит корка, тогда уже подключаем терапию у трубцов. И даже если там формируется ровный рубчик, это совершенно не значит, что через какое-то время на этом месте не появится гипертрофический или килоидный рубец. Поэтому только рана заживает, необходимо подключать терапию у трубцов. Тогда шансов много на то, что здесь будет красивый нормотрофический рубчик. Вы упоминали сейчас такое различное количество методов. Я даже потерялась. Давайте немножко систематизируем. Какие косметологии применяют сегодня методы избавления, либо нивелирования рубцов и шрамов? Первое – это шлифовка. Это лазерные шлифовки. Для этого могут применяться разные лучи лазерные, но чаще всего это или СО2, или Эрбий. Что делает шлифовка? Шлифовка убирает определенный слой кожи, и в этом месте нарастает новая здоровая ткань. Шлифовка может прогревать глубокие слои, и под дном рубчика синтезируется коллаген, который подталкивает дно рубчика на поверхность, поэтому он сглаживается. То же самое делает химический пилинг. То есть происходит химическая коагуляция, шелушивается определенный слой, и нарастает новая ткань. Могут применяться инъекционные методы. Это или липофилинг, это когда берется жировая клетка и инъекцируется под рубец для того, чтобы придать объем. Когда используется такая технология, когда есть гипотрофия, когда нет объема под дном, необходимо его подтолкнуть. Тогда это или липофилинг, или также могут использоваться другие импланты, например, филеры на основе гиалуроновой кислоты. Они выполняют ту же функцию. Могут также использоваться эксцизии, это когда хирургически подрывается дно рубчика специальными конюльками или иглами, и дно рубчика приподнимается вверх. Дермобразие. Подобное действие, как шлифовки, только механическое. Специальными аппаратами тоже делается раневая поверхность, чтобы усилить заживление в этой зоне и сформировать новую ткань. Хорошо. Бывает ситуация, когда шрамик остается после каких-то косметических процедур. И вот в этой ситуации косметолог должен брать на себя ответственность за этот шрам и как-то удалять его. Как правильно? Как правило, да. Если это последствия вмешательства косметолога, то будет этично, если дальше свою работу, которая была проведена неправильно, косметолог будет исправлять самостоятельно за свой счет. То есть в этот момент мы не смущаемся, не уходим рыдать в закат, а ставим вопрос ребром. Это негласное правило. К сожалению, не каждая специалист их придерживается. Но с моей точки зрения, все-таки они правильные, эти действия. Хорошо. Еще несколько вопросов. Есть ли на нашем теле какие-то места, где удаление заведомо будет бесперспективным и неудачным? Есть зоны, которые склонны больше к формированию килоидных или гипертрофических рубцов. Это зона декольте, это плечевой пояс. Поэтому когда есть моменты с удалением, всегда необходимо думать о том, чтобы постпроцедурный период проходил с минимальным воспалением и с быстрым заживлением. Поэтому в этих зонах всегда должны быть применены средства, которые заживляют, восстанавливают, а также профилактируют формирование патологических рубцов. Я пыталась посчитать, сколько методов вы сегодня озвучили. Но на первом десятке я где-то сбилась. Я так понимаю, что у каждого есть еще какие-то свои нюансы. Но можно ли сказать в среднем, сколько нужно процедур для того, чтобы избавиться от какого-то рубца среднего возраста, средней какой-то глубины? Если рубец поверхностный, находится в поверхностных слоях кожи, 2-3, ну максимум 4 процедуры, он сходит практически на нет. Если рубцы глубокие, с ними необходимо бороться дольше. Это может быть и 5, и 6, и 8 шлифовок, и других каких-то вмешательств, не только шлифовок. Но необходимо помнить, что нельзя это делать за короткий период. Все-таки необходимо на несколько сезонов распределять терапию глубоких и тяжелых рубцов. Когда ты понимаешь, что этот шрам у тебя на всю жизнь, с одной стороны, весов, а с другой стороны, просто долгая, но профессиональная процедура, ну, наверное, ты понимаешь, как весы будут перевешиваться. Лесь, спасибо вам большое. Приходите к нам еще обязательно. Всегда интересно. Лесь Андреутцев, врач-косметолог, наш постоянный эксперт.